В 303 году, в эпоху гонения христиан, Георгия, отказавшегося служить римским богам, император Геоклетиан подверг жестоким пыткам, но Георгий чудесным образом оставался невредим. Это подвигло многих людей уверовать во Христа. Георгий был казнен, но известно его посмертное чудо – убийство копьем змея, опустошавшего землю. Именно Георгий Победоносец изображен на гербе России, на гербе Москвы он же. Интересно, что в 45-м году случилось символическое совпадение. 6 мая – день празднования Святой Пасхи – пришелся на празднование Дня Георгия Победоносца, а в ночь на 7 мая была подписана безоговорочная капитуляция вооруженных сил фашистской Германии. Мировое зло было повершено.